Каждый ребенок проводит свое лето по-разному. Кто-то дома сидит, читает книжки, кто-то отдыхает у бабушки с дедушкой в деревне, а кто-то загорает под теплыми лучами солнышко. А как свое лето проводят дети в детском лагере образовательной студии «Продвижение»? Мы с вами сейчас и узнаем. Меня зовут Закатова Елена Геннадьевна, я индивидуальный предприниматель и руководитель детской образовательной студии «Продвижение». А почему вы вообще решили открыть эту студию? Ну вообще, с 90-х годов это моя мечта, вообще такая частная школа, я всю жизнь мечтала быть педагогом. Вот после 10 лет работы вдруг ушла в чиновники, в образовательные чиновники, а потом вернулась к своей профессии, захотелось перед пенсией вернуться к профессии и понять, что у меня получится. А вот у вас детский летний лагерь называется «Удивительная ряда». Почему именно такое название? Мы вообще не стали примутывать лукаво и придумывать какие-то там интересные супер-бупер названия. Мне кажется, что все, что проще, все намного как-то лучше. Это знаете, как говорят, чем проще человек устроен, тем с ним сложнее общаться. Чем сложнее человек устроен, тем проще с ним общаться. Вот так и лагерь мы назвали. То есть, потому что в том году, например, мы с ребятами прошли 90 с лишним экскурсий нашего города. То есть я даже не думала, что в нашем городе Ханты-Мансийске, любимом, самым лучшим, мы можем столько мест посетить и восхититься ими. Поэтому мы поняли, что удивительно, вот оно здесь, рядом с нами, в нашей студии, в нашем городе, в нашей России. И поэтому примутывать лукаво здесь. Вот все, чему мы удивляемся, наша самая задача главная. Каждый день удивляться, каждый день радоваться, приносить эмоции. У вас на базе вашей студии есть еще какие-то занятия? Летом у нас есть еще и дальние занятия по подготовке детей к школе. Плюс у нас есть и дальние занятия по устранению пробелов в знаниях. Также у нас разные профильные смены. Например, сейчас чудо-ручки ребята своими руками делают много-много поделок из разных материалов. Затем у нас будет из-за студии волшебная стрекоза, ну и так далее. То есть всегда что-то, конечно же, есть. А в течение учебного года мы специализуемся на проблёнке. На такой советской, обычной, стандартной, хорошей проблёнке. Можете рассказать какую-лию историю, например, прогресса ребёнка? Который пришёл, мало что знал, плохо разговаривал, например. И спустя какой-то промежуток обучения он стал более успешным. Ну, таких историй вообще всегда очень много. И каждый ребёнок, он каждый вот как-то продвигается, и ты за него радуешься. Но вот если только одно выбрать, тогда, конечно бы, выбрала, наверное, мальчишку нашего Глеба, любимого, который два года проходил в проблёнку. И, вы знаете, не было, ну совсем не видно было никаких вот продвижений. Вот вроде бы и в проблёнку ходят, и на недальные занятия ходят. И всё, что возможно, мы с ним уже делали, да. И вот, ну никак, никак. И потом вдруг, зато в школе всё время получал четвёрки и пятёрки. То есть вся тетрадь у него в первом классе была 4-5, 4-5. И во второй, да, ну, то есть и второй класс уже был там тоже четвёрки и пятёрки. Вот, и мы наконец-то задумались о том, что у него нет вообще мотива, да, учиться. То есть у него всё плохо получается, но при этом всё время четвёрки и пятёрки. Тогда мы решили, что надо перевести в другой класс, другому учителю, более строгому, более требовательному. И когда перевели ребёнка, просили перевести его в другой класс, дальше продолжили с ним работать, у ребёнка появился мотив. Он приходил и радовался, я сегодня получил тройку, потому что я вот этого, а вчера я получил два, но я понял вот эту тему, вот эту и вот эту. И то есть я считаю, это супер прогресс, когда ребёнок сам оценивает свои силы, свои знания и знает предел своих незнаний. Ваша студия получила грант. Он у вас федеральный или региональный? Это региональный грант, грант департамента экономического развития города, Канты-Мансийско-автономного округа. Вот он в сумме 500 тысяч рублей и был потрачен на аренду нашего помещения, которое у нас находится в центре города, да, которым мы очень-очень дорожим, конечно. А какой вот вы могли дать главный совет родителям, которые хотят отправить ребёнка в лагерь, но переживают? То, что он не поладит с коллективом или ему будет сложно, так как он не особо социальный? Вот мне кажется, главный совет родителей – как можно меньше бояться за своего ребёнка, как можно больше его отпускать, психологически его отпускать. Потому что нужно всегда понимать и давать себе отчёт о том, что ребёнок знает в тысячу раз больше, чем мы думаем. Он умеет в тысячу раз больше, чем мы знаем о нём. И его, скажем так, ресурсы, они вообще настолько безграничны, да, что иногда ребёнок дома, он совсем другой, нежели в обществе. И поэтому здесь я считаю просто-напросто доверять своему ребёнку, любить его, жалеть его, но при этом требовать. И, конечно же, не оставлять его дома с телефоном одного, да, находить ему такие занятия, где бы его интеллект, где бы его личность развивалась и приносила какие-то новые плоды, прирастания. Детская образовательная студия «Продвижение» помогает разнообразию детских досуг, а также помогает родителям при поиске интересных занятий для их малышей. А с открытием летнего лагеря для них представилась возможность заметить удивительное рядом. Ребята посещают множество экскурсий, мастер-классов, общаются с ровесниками и удивляются новому.